Друзья, всем привет! Решил вам рассказать одну очень интересную историю, которая со мной подключилась. Я как-то неделю назад поехал на мотоблоке траву косить. Ну, кашу-кашу. Кашу-кашу её. Смотрю, бабка идёт. А там мастушка такая ржавая. И небольшой лесочек, так, заросли. Ну, идёт такая, ладно. Чё, раз пришла, значит, будет разговаривать. Я тремер выключил и хотел послушать, что она там мне скажет. Говорит, сынок, ты что траву скосил? Мне теперь корову нечем кормить. Ты знаешь, сколько мне лет? Я такой, 80-90. Она говорит, 80. Мне 80. И я держу корову. Мне теперь негде траву брать, негде косить. Я такой думаю, бабуля, ты чё меня подкалываешь, что ли? Хотя она на полном серьёзе всё это рассказывает. Я говорю, у меня двойня, мне кормить надо детей. У меня скотины. Надо траву где-то брать, искать, кормить, пропитаться. У меня тоже, но тройня. Что? В смысле тройня-то? Я спрашиваю, и сколько лет? Одно 50. Другое 45. Другое 30. Тройня. Бабуля у меня тройня. Вообще, я в шоке. И самое интересное, ей 80 лет, как она пестает говно, как она кормит корову, доит её два раза в день. После этого, конечно, три раза надо её доить, но не суть. Бабушка меня решила жёстко подколоть. Хотя на полном серьёзе всё это рассказывает. Увы-то какой. Если ты придёшь косить траву, которая заросла бульеном, жди каких-нибудь бабок, которые тебя разъебут, или мужиков, которые тебе выъебут. Так что, друзья, надо с собой носить топор на всякий случай и напарника, потому что это всё может кончиться очень плохо. Я тут ссор палю. Замахал этот ссор. Надо было мотоблоком проходить. Что-то я подзапарился, хотя немножко осталось. Так что, друзья, вы вот такой. Косите траву там, где нет людей, а где есть, косите их. Так что, друзья, давайте всем пока.